Всем привет! Меня зовут Саша и вы на канале Посылки из Китая. Сегодня будет на распаковке целая куча посылок, но сразу хотел бы передать привет Диме из Москвы. Спасибо тебе за донатик. Нашел его в комментариях у меня под видео, а мы приступаем. И хотелось бы начать вот с этой большой посылочки. Я уже догадался, что в ней и, возможно, вы уже тоже догадались. И здесь нас встречает хромакей. Ну, или просто кусок зеленого полотна. А в простонародье хромакей. Рассказать что-то по качеству или по его использованию не могу, никогда этим не пользовался. Это будет мой первый опыт. Возможно, в следующем видео уже я его применю. Сейчас уже думаю над конструкцией его крепления, потому что стойки покупать не хочу. И так стоят софтбоксы, это все будет громоздко достаточно. А разбирать, постоянно собирать стойки тоже не хотелось бы. Поэтому я придумаю какое-то потолочное, подпотолочное крепление. Размещу эту вещицу и у нас будет тогда отличный задний фон. Так, а мы переходим к следующей посылочке. Вот так она даже выскочила. И здесь нас встречает просто пинцетик. Концы очень тонкие и острые. В комплекте есть защитный транспортировочный чехол. Я думаю, что при пайке или ремонте мелких деталей, очень удобно будет придерживать ножки и винты. Но это не точно. Следующая посылочка, которая нас встречает, завернута в несколько пакетиков. Так, открываем. И здесь у нас вот такой валик. Так, валик предназначен для того, чтобы чистить одежду от шерсти, от пылинок. Ну, в принципе, наверное, от шерсти домашних животных. То есть, грубо говоря, у вас какой-то пиджак. Вы вот так валиком этим покатали. На него все приклеилось. Вся шерсть, все пылинки. Вы его под водой просто, как было заявлено у продавца, обмыли. И он у вас готов к следующему применению. Корпус просто пластик. Здесь что-то наподобие, наверное, какой-то силикона в липкой основе. Достаточно портативный, складывается и много места не занимает. Крючков никаких для подвешивания нет. Просто плодной валик. Хорошо. Дайте. Да. Так, все товары я приобрел с помощью кэшбэк-сервиса EPN. И постоянно на нем экономлю. Ссылочки найдете в описании. Так, готовь сани летом, а зимнюю обувь точно так же. Вот такие ледоступы. Одеваются вот так на ботинок. И здесь у вас появляется такая шипованная прослойка. И можете смело идти по льду, не боясь падения. Сама выполнена достаточно из такой плотной резины. Размер ботинка, я думаю, можно, в принципе, любой под нее применить. Здесь имеется пять алюминиевых шипиков, пластмассовых таких оболочков. В комплекте идет одна пара, то есть две штучки под левую и правую ногу. Абсолютно одинаковые, ничем не отличаются друг от друга. Если у вас достаточно пожилые родители, родственники, я думаю, эта вещь будет очень полезна для них и в первую очередь для вас. Потому что падение на льду – вещь очень опасная. Так, а здесь нас встречают вот такие малюсенькие часики. Даже это все-таки не часики. Это идет счетчик. Закрепили его на пальцы и, как для примера, делайте приседания. Не стоит забивать мозг цифрами, просто после каждого раза нажимаете на кнопку. И на этом приборчике добавляется цифра. Также есть кнопка сброса. Отключается он сам автоматически, при неиспользовании. Прелестно! Прелестно! Такие вещицы очень часто встречаются у стюардесс в аэропортах, когда они идут и считают людей на рядах. Прошли. В уме не заморачиваются. Просто нажимают, считают, считают, считают. Потом посмотрели. Ага, сидит 48 человек. Значит, все в порядке, все на месте. Следующие посылки – обычные пластиковые стяжки. 100 на 2,5 мм. В пачке 100 штук. Применение обширное. Крепим все, что болтается, и стягиваем то, что неаккуратно валяется. И следующая посылочка. Нас встречают вот такие вот наклеечки. Как было заявлено, в пакете 50 штук. Вроде бы они виниловые. Я себе заказал, чтобы обклеить ноутбук и садовые качели. Ну а вы можете все, что угодно. Пусть фантазия разгуляется. Плавно переходим к следующему пакетику. Вскрываем. И здесь у нас USB-звуковая карта. Я уже не первый раз заказываю внешние звуковухи. Правда, они были без провода. Обычный блочок и USB-выход. А тут решение для тех, кому мешает пару лишних сантиметров. Подключили и вывели куда нужно. По звуку, думаю, она не будет отличаться от тех предыдущих. А тем временем мы вскрыли следующую посылочку. И достали набор надфилей из пяти штук. Рассказать про них особо нечего. Берем кусок железа или деревяшку какую-нибудь и точим. Чехол полное фуфло. Остается вопрос, что раньше крякнет? Надфилей или этот чехол? У нас остается три посылочки. Давайте сразу откроем две маленьких. А большую оставим на потом. Так. А вот у нас здесь целая куча божьих коровок. Для декора, для скраббукинга или как она там называется. Имеют они у себя в наличии двухсторонний скотч размером с треть ногтя. Здесь в районе 100 штук их должно быть. Считать я не буду. Будем верить на слово. Даже если на пару штук китайцы обманули, я не обижусь. Уже где-то он отвалился. Двухсторонний скотч. Но до этого я на той неделе делал распаковку и заказывал маленькие неодимовые магнитики. Заказывал их в первую очередь вот для этих коровок. Я думал, что они будут без наклеек. И сюда под клей садишь магнитики. И можно целую кучу божьих коровок рассаду такую посадить на холодильник. Но в принципе, возможно, сейчас еще что-то придумается с этими божьими коровками. Так. Здесь у нас в посылочке сразу два товара. Вот такое увеличительное стекло Шерлока Холмса. Ручка съемная, выкручивается. Сама оправа, я так понимаю, это пластик. Ручка тоже что-то вроде как пластиковое. Ну, увеличивает, вы знаете, но очень неплохо. Вот, кстати, камера вроде как сфокусировалась. Так вот не видно ничего. Вот так можно даже прочитать номер. Достаточно неплохо. И стоит что-то в районе там полутора доллара, по-моему. Хорошая вещь, кстати. Да чего ж я хорошо. А здесь у нас магнит и антимагнит. Смысл такой. Если у вас нет нормального набора инструментов с магнитным основанием, а обычной отвертки, то вам тогда, наверное, понадобится вот такая вот штуковина. У нее имеется два отделения. Вот это отделение магнитит предметы, отвертки, ножи всяческие, ну, в общем, металл. А здесь размагничивает. То есть, если вам надо на отвертку посадить какой-то болтик, а она у вас не магнитная, у вас нет сильного магнита, чтобы приклеить где-то его сверху и цеплять, покупайте такую штуку, поводили, намагнитили свою отвертку, дотронулись до винтика-болтика, он у вас примагнитился, можете смело его закручивать. Когда вам уже не надо, та же самая отвертка, допустим, чтобы была намагничена, вы здесь ее поводили, размагнитили, и она у вас становится обычная отвертка, как и была до этого. До чего дошел прогресс? Подбираемся к финалу. Целая куча поролона, наверное, что-то ценное. Зелтый бриллиант. Бросите шуточку. А нет, просто фокус. Только для начала нужно попыхтеть и собрать это чудо. Благо, хоть инструкцию закинули. Как это все работает, я не знаю. Буду разбираться, буду смотреть. Если будет работать, я вам покажу. Да если и не будет работать, я все равно вам покажу. Для этого же я и делаю обзоры, которые выходят по четвергам. Подошла к концу наша распаковка. Все ссылки на товары вы найдете внизу под видео в описании. Также найдете ссылку для экономии на покупках, то есть кэшбэк-сервис EPN. А я с вами прощаюсь. Ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте. Пока! А недурно получилось. Надо бы придумать название.